Здравствуйте, мы находимся на особом уроке на тему единственного народа Израиля и его роли. Это тема сегодняшнего урока. Это посвящается поездке Рава, и мы вместе с делегацией. Это урок, который будет на тему единственного народа Израиля. Мы после него прочитаем особые отрывки из зора, и вы участвуете вместе с нами в уроке, чтобы это на самом деле был общий особый урок. И вы можете обращаться к нам по КАП-ТВ, писать ваши вопросы, если вам есть что сказать. Пожалуйста, тоже ваши отрывки мы с радостью примем и прочитаем здесь на уроке. И тот, кто сегодня находится в нашей студии, мы будем работать с текстами каббалистов, которые пробуждают в нас вещи новые, которых мы раньше не видели, чтобы никто не стеснялся. Прямо делился тем, что он чувствует, какие вопросы в нем пробуждаются, какие новые понятия, с которыми он хочет поделиться. У нас микрофон свободен, каждый может его взять и свободно участвовать в уроке, говорить, спрашивать. Итак, мы хотим начать, и прежде чем мы начнем, мы послушаем отрывок Крава. Я думаю, что так мы должны смотреть на вещи. Ученик из Вашингтона спрашивает, нет сомнения, что есть несколько человек в группе, который находится на уровне, который описывает Рабаш. Что значит, прежде чем Творец объединит? Что значит, что он объединит? К каждому состоянию, у каждого определения к нему должен быть Хисарон. Чтобы Творец объединил нас, то есть мы должны желать, что только этого нам не хватает. Только этого мы хотим, вместо всех остальных желаний, которые пробуждаются нас специально, чтобы мы над этим усилили, ввели желание к объединению. Тогда это желание к объединению растет настолько над помехами. Мы с помощью этого разогреваем себя. Именно к этому мы стремимся настолько, что начинаем кричать. Сказано об этом, и вы запили сына Израиля от работы. И тогда это приходит. Пока Творец придет, подождем, пока он нас объединит. Что это значит? Никогда так не произойдет. Все в духовном происходит только если перед этим есть полный Хисарон, необходимость, потребность. Итак, мы начнем с первого отрывка. Пожалуйста. Большие беды, которые происходят между людьми, между человеком и близким, все идут из исчезновения знания. И если бы у человека было знание, которое относится к человеческому взаимоотношению, то он бы приносил вред и себе, и ближнему, поскольку при знании истины уходят вражда и ненависть, и люди перестают вредить друг другу. Мы хотели это выяснить в этом отрывке, чего недостает человеку, какого знания. Давайте еще раз это прочитаем. Огромные беды, которые мы видим, происходят между людьми, между человеком и ближним, все идут из незнания, то есть от исчезновения знания. Если бы у человека было знание, которое относится к человеческим взаимоотношениям, он бы избежал всего того вреда, который он приносит ближнему и себе, потому что при знании истины уходят вся вражда и ненависть, и отменяется вред, который люди наносят друг другу. И вопрос для выяснения, какого знания недостает человеку? Да, Моши. Я думаю, что знание, которого недостает большинство людей, это то, что есть Творец, есть методика исправления души, и что можно раскрыть Любовь, это раскрывается между товарищами. Если бы люди это знали, то все бы занимались тем, чтобы исправлять себя, а не воевать. Я думаю, что недостает человечество знаний на человечественном уровне. О том, что... О том, что мы на природном уровне, на самом деле одно большое живое существо. Так что в раме Твер, мы, в общем, один из них, один из них, один из них, это уже существует, просто мы этого не ощущаем. Недостаточно ощущаем. И приносит вред какому-то, ты однозначно приносишь вред себе. И в том, что ты несет незек для кого-то, ты несет незек и для самих. Я знаю. Не хватает знания и правильного взгляда на ближнего. Как видеть то, что мне кажется неприемлемым, это неприемлемо в моих изъянах, в моем отношении, которое все критикует и неприемлет? Рав Кук говорит нам, что все проблемы в мнениях людей, все внутренние противоречия, которые каждый терпит в своих знаниях, это из-за того, что существует туман в мыслях о том, что касается духовного постижения. И говорит в большинстве предисловия КТ, 42-й пункт, что проблема всех бед и боли, которую мы ощущаем, это только из-за нашего непонимания управления Творца творениями. И мы не понимаем его как следует. Но в нашем мире не хватает только открытого управления, поскольку если бы мы видели открытое управление, все бы были с завершенными праведниками и слились бы в абсолютной любви с Творцом, потому что было бы для нас самой большой заслугой всем сердцем и душой служить Творцу и всегда сливаться с Ним, не прекращая. И об этом говорится, что нам не хватает истинного знания о том, что все мы объединены, что мы любим друг друга, что мы заботимся друг о друге, что мы как одно желание, как один человек с одним сердцем, мы один народ, у которого есть роль. Этого не хватает. Так как же человек может изменить реальность? И если бы он знал, что все так или иначе, то вся бы реальность изменилась и все беды прекратились. О чем же говорится здесь? То есть есть какая-то деталь, о которой мы не знаем, и если бы мы знали, ого, все бы изменилось. Что это за деталь, за тайна? Дело не в тайнах. Человек погружен в свои желания, в свою природу, и он не видит, даже если ты скажешь ему тысячу раз, он не услышит этой чудесной мудрости. То есть он просто глух, он занят собой, но есть методика, как можно подняться над собой, и тогда он понимает, что он относится к чему-то большему. И там это именно и происходит. Я думаю, что человеку нужно просто начать жить ради ближнего, а не ради себя. Но сейчас он просто должен начать жить в обору золад, а не в обору от самого. Это все. Хорошо, кто-то хочет еще добавить. То, что не хватает человеку, этого знания, пишет нам из Криад Гата, это все находится для того, чтобы перевести его к творению. То есть человеку не хватает осознания зла, раскрытия добра, это дает ему Каббала. Амна Назбершева пишет, что то, что не хватает нам знания, как привлечь свет, возвращающий к источнику, и как сделать желание получать ради отдачи. Амрам из группы Галил Гулан, недостаток развития человечества исходит из того, что когда ты видишь того, кто находится перед тобой, и ты не видишь на самом деле где его развитие находится, это создает разницу между нами. Недостаток человека в том, что он не видит единства Творца. Перейдем к следующей цитате, пожалуйста, из статьи Поручительства Баль Сулам. Написано «И будет вам чудесная сила из всех народов, то есть будете вы чудесной силой и через вас пройдут искры очищения тела ко всем народам мира». И все народы мира не готовы пока к этому. И нужен мне один народ, чтобы начать чудесное избавление для всех народов. Мы хотели выяснить с помощью чего мы станем избранным народом для всех народов. Еще раз отрывок. Сказано «И были вы чудесной силой из всех народов, то есть будете вы чудесным свойством и через вас передадутся искры очищения тела всем народам мира». Поскольку все народы мира пока совершенно не готовы к этому и нужен не один народ, чтобы начать с него, чтобы сделал он это чудесное свойство всем народам. С помощью чего мы можем стать избранным из всех народов? Что делает народ избранным из всех? Я думаю, что это начинается с объединения в маленькой группе, когда все меняются и притягивают свет. И тогда свет, который начинает действовать, он начинает влиять и опускаться дальше в остальной мир. но это начинается даже с двух людей. Прежде всего, что такое избранность? Это есть некое свойство, которое изменяет тебя, делает тебя подобным творцу. Чтобы народ стал избранным, он должен понять, что у него есть ответственность, у него есть роль, чтобы быть объединяющим все народы и привести их к творцу. После того, как мы осознаем эту роль, нужно принять её. Да, это избранность как раз в том, чтобы быть связующим звеном. это как в адаптере, когда ты берёшь 220 вольт и передаёшь в свой мобильный телефон необходимое напряжение, а иначе он сгорит. И ты не можешь без этого адаптера. И в этом адаптере должно быть два свойства. С одной стороны, он должен знать, откуда он берёт всё, а с другой должен знать, с чем он соединяется и для чего делает. И в этом вся наша работа, быть тем адаптером, проводником, который передаёт свойства Творца всем остальным свойствам, которые существуют в нас. Мы видим, что в этом отрывке есть личное обращение. Вы будете мне избранными. Что за смысл в этом личном обращении? Да, Эрес? Давайте попробуем выяснить, что значит, что вы будете мне избранным народом. Есть различные совершенно свойства в природе, и природа так устроена с самого начала, что у кого есть специальное определённое свойство, ему легче обвиниться. И всего этого могло не быть. И как создать объединение? Творец, конечно же, знает и агрессивными способами, как достичь этого. Но если существует объединение, все остальные вещества подсоединятся к этому. Если мы существуем в радости и в гармонии с природой, это происходит. А если нет, то нет. И мы должны находиться в радости от того, что у тебя есть определённая роль, ты его выполнишь, конечно же, во что бы то ни стало, давайте же насладимся от этого. Да, Эрес. Продолжая то, что сказал Гелат и Эрес, насколько я понимаю, это уже существует. Вот этот адаптер, он уже существует и он уже соединяет, он выполняет свою работу, только он портит. и мы видим в мире все эти явления, которые мы видим, все эти примеры, но этот адаптер пока что недостаточно выполняет свою работу, поэтому наблюдаем все эти явления, а если мы те, кто находится на краю и народ Израиля, то, что мы видели вчера вечером, как он стремится к этому, к своей этой роли, мы видели вчера, что люди чувствуют объединение, чувствуют потребность в объединении и то, насколько это актуально и что время пришло и необходимо объединиться, не хватает кого-то, чтобы их организовали, поэтому надо торопиться и сделать это. Имеется ввиду, вчера вечером происходили водные лекции по всей стране, через центры Кабалы, это было очень успешно. Да, народ Израиля просто был в восторге. Ты был в Зихр на Якове. Да, передайте микрофон. это обращение я думаю, что каббалисты говорят о том, что Творец раскрывается между нами. Я думаю, что это обращение связано с людьми, которые продвигаются и если они говорят выйти, между которыми раскрывается Творец, и это имеется ввиду. Если говорится о личном обращении, может быть, кто-то может сказать, как он принимает это лично. Скажем, вместо того, что вы будете этим израильным народом, кто может сказать, как это лично воспринимается может быть, кто-то может нам этого сказать. Кто хочет с нами поделиться? Да, Петр. Да, я вижу это, как вообще кто-то устанавливает как факт. Это не то, что потому, что говорится вы будете, ты будешь. это уже установлено. И у нас нет выбора думать, будет это или нет. Это что-то уже принимающееся как данное. И то, что остается, только раскрыть это. А раскрыть для этого есть у нас все самое необходимое, все параметры. И есть все люди, которые вместе со мной, конечно же, идут к этому, желают этого, все товарищи, которые стремятся к этому. И, конечно же, все поле действий готово. И это происходит, происходит, когда есть у нас возможность собрать все искры, которые еще не исправили то, что есть у нас. Вот и все. на личном уровне каждый человек это маленький мир. Мы воспринимаем реальность субъективно, у каждого есть свой корень души, поэтому каждый судит, исходя из своих недостатков. И если он изменит восприятие, если он соединится с Творцом, обретет свойство отдачи, то он станет воспринимать все по-новому, исправленном виде, и он поймет, что все было исправлено всегда, только он был неисправлен, и когда он исправится, то он исправит свой мир, и если каждый это сделает, то, конечно, мы достигнем совершенства. Давайте мы продолжим читать отрывки. Следующий отрывок из Равакуга. Собрание Исраэля является Собранием Всего Авая. И в этом мире передается этот в народ Израиля во всем своем духовном возвышенности и эффективности. И история израильская является идеальной концентрацией всей общей истории. И нет у тебя никакого движения в мире во всех народах мира, когда ты бы не нашел пример этому в Израиле. И верой ее передать все, что у них есть, остальным верам, пока это не придет, не дойдет до уровня языка, который понятен всем, как прийти к Творцу. Прежде чем мы прочитаем это еще раз, пусть каждый подумает над вопросом, который пробуждается в нем, и пусть он поделится с нами. Давай, не прочитай, пожалуйста, еще раз. собрание Исраэля является концентратом всего АВАЯ. И в этом мире передается этот концентрат народу Израилю во всей материальности и духовности, во всей эффективности и вере. И израильская история является идеальным концентратом общей истории. И нет у тебя никакого движения в мире, во всех народах, в которых ты не нашел бы примера в Израиле. И вера их это то, что является источником, чтобы дать идеальную веру всем верованиям, пока не приведет их к четкому языку, как называть все именем Творца. Хорошо. Кто хочет поделиться с нами вопросом, который в нем пробудился от этого текста, да, Хэзи? У меня есть вопрос по этому, потому что тут непонятно, все время Израиль возвеличивают, какой народ, какая у вас есть история, что такое, в общем-то, Израиль? Я не хочу употреблять всякие слова, но кто такие этот Израиль, от которых все так восхищаются? Сказано, лица у всех как лицо собаки, морда собаки. Да, и что же такое пример Израиля? Сказано, что у всего есть пример в Израиле. У меня есть ответы, а не вопросы. Да, Эрис? Это та же линия, которую мы видели раньше. Есть система, которая устроена изначально, авая, выходит в систему свойства, и создана материя, которая соединяет всю эту систему. и он находится во всей Вселенной. И в каждой части есть все, что есть в каждом народе мира, но сконцентрировано. То есть, если ты подходишь к нему, ты можешь достичь самой последней клетки всего организма мира. Елад. Да, он говорит здесь, что собрание Израиля это концентрация всего мира, и это все воплощается в народе Израиля. Он говорит собрание Израиля, когда они выполняют свою работу, когда они садятся в круг этот Израиль, и в этом кругу каждый отменяет себя, и они раскрывают общее кли, общее желание, вот этот малиновый шар, это общее стремление, и каждый выходит из себя, переходит от Я к Мы и к Единому, тогда в том, что раскрывается, это нет ни у кого, но это есть в центре круга, и из этого раскрывается концентрация, то, что нужно всему человечеству, человечеству ничего другого не нужно, только понимание, что благодаря этому можно доставить наслаждение Творцу. Ашер. Равкук говорит здесь об истории израильского народа, и мы видим, насколько интересна эта история, насколько она отличается и вплетается вообще в историю всего мира. Мы видим, что это народ, который основан на идее, которая не распространилась просто и развилась во всех этих местах среди народов, а эта идея, которая проходит через всю историю, драматическую историю, и мы видим то развеение и страдания и изгнание, которое проходил народ, и все это только для того, чтобы передать эту идею всему миру. И сегодня, когда мы соединились здесь снова на этой основе, это просто очень волнующе, насколько мы сейчас чувствуем всю эту ответственность всех поколений, которые страдали, и сейчас нам предоставлена настоящая возможность соединить все все эти концы, обменить Исраэль и весь мир, и передать идею возлюбив ближнего, как себя, всему миру. Перейдем к следующему отрывку из послания Рава Куга. Весь мировой беспорядок приходит в основном только для Исраэля. И мы призваны сейчас к очень великой и священной миссии, чтобы выполнить это желанием и осознанием, чтобы выстроить себя и весь разрушенный мир вместе с нами. Еще раз прочитаем, да? Весь мировой беспорядок приходит в основном только для народа Израиля. И мы призваны сейчас к очень великой и святой роли, чтобы выполнить это с желанием и сознанием, чтобы выстроить из себя весь мир, который разрушен вместе с нами. Еще раз как мы говорили, давайте думать об этом на личном уровне, как мы это переводим каждый, как он понимает эти вещи, как он принимает это на свой счет. Давайте поделимся друг с другом. Да, Коля, мне не хватает товарищей, которых я вижу на экранах, я хочу услышать товарищей, которые чувствуют все наши группы, это тоже Израиль, это наша общая точка, они чувствуют нас. Если есть еще дополнительная трансляция в течение дня, если это возможно сделать, мы хотим услышать наших товарищей. есть здесь много товарищей, которые нам пишут, по сути дела, из Зихрона пишут, выходит, что все, что ощущается в Израиле, ощущается во всем мире, и как результат этого, то, что исправлено будет в Израиле, исправится во всем мире, будет исправлено во всем мире. Йосеф из Иерусалима пишет, что благодаря силе народа Израиля, ага, это вопрос, с помощью, благодаря какой силе народ Израиля является квинтэссенцией всего мира, еще, мир из Китая пишет, что народ Израиля, это группа, направленная напрямую к Творцу, которая приведет все человечество стать собранием Исраиля, и все человечество будет направлено напрямую к Творцу, и это роль народа Израиля в этом мире. Мы перейдем к седьмому отрывку, из Баль-Сулама от Рок-Машиэра, Мурок-Машиэха. Есть предварительная необходимость избавления, как сказано, и наполнится земля знанием Творца, и поэтому сказано, что каждый из народов будет держаться за Иудея и приведет он его в святую землю. И недостаточно того, что они выйдут из себя. И пойми, однако, откуда придут к народам в мире такое знание и желание. И знай, что это с помощью распространения истинной науки, когда они увидят собственными глазами истинного Творца и истинное учение. И распространение этой науки среди множества народа называется отрублением в рог, которое распространяется на большие расстояния. И так распространится эта наука по всему миру, что даже народы услышат и узнают, что есть божественная наука в народе Израиля. Вопрос к этому прекрасному отрывку. Какой процесс здесь описывает Баля Сулам? Давайте выясним это вместе, давайте прочитаем еще раз его этот отрывок. Есть огромная необходимость, которая предваряет избавление, что все народы мира должны знать учения Исраэля, как сказано, и наполнится земля знанием Творца. И об этом сказано, что каждый человек из всех народов будет держаться за человека из Израиля, и он приведет его в святую землю. И недостаточно того, что они выйдут из своих пределов, и пойми, откуда придет к народам мира такое знание и желание, и знай, что это с помощью распространения истинной науки Каббала, и чтобы они увидели своими глазами, что Творец это истина, и Тора истина. И распространение этой науки среди масс называется шофар, трубление в рог. Подобно тому, как трубление в рог раздается, разносится на большие расстояния, так распространится эта наука по всему миру, что даже народы услышат и узнают, что есть наука Творца среди Израиля. Прекрасно. Итак, какой же процесс мы здесь видим? Как народ Израиля влияют на иудеев? То есть, есть некий сценарий, как они их приводят? Баласулам можно почувствовать то, что он говорит на двух уровнях параллельных и на макро и на микро уровне и на внешнем и на внутреннем уровне. Когда это читали, я буквально почувствовал что это процесс, когда наиборок начинает его путь и каждый человек продвигается внутри себя и по этой тропе продвигается весь мир и народ Израиля, то есть люди продвигаются по этому пути ко всему человечеству и это те острые моменты развития того процесса, который он описывает. И еще хочу сказать, что вчера на этом прекрасном вечере я был в Иерусалиме вместе с Рами Иоанниевым и Аль-Пиэром. Это был просто волшебный вечер. Было просто чудо на этом вечере этот процесс, который Бали и Сулам сейчас мечтали. Как это связано? Вчера за два часа ребятам удалось передать этот процесс людям. У нас был семинар и были даже игры. И по этой тропе нашим ребятам удалось провести людей буквально снаружи, вести их внутрь. мне этот текст и вообще все последние тексты кажутся буквально совершенно непонятными. Это напоминает мне, когда я начал изучать математику в десятом классе, когда учитель объяснял все вещи изнутри, входил вглубь. вопрос как подавляться к экзамену. И тогда в девнадцатом классе учитель сказал вот вы в этом случае должны решать так, а здесь решать так. И тогда все на сто процентов начали это постигать. И здесь нам тоже пока что непонятно. И мы в жизни живем и когда входим в науку Каббала, мы только тогда начинаем вводить ее и понимаем. А пока что совершенно ничего непонятно. В одиннадцатом классе есть правильный ответ. Распространять науку Каббала, сажать людей в круги, и люди скажут я хочу еще. Это значит брать еврея, ввести его в святую землю. Я чувствую на протяжении всех текстов есть препятствия в мнении и здесь тебе предлагают создавать а не разрушать. Я могу сказать на себе что большую часть дня я не занят этим и жаль потому что когда я выстраиваю связь между людьми и продвигаюсь в направлении почувствовать мнение будь то в семье или среди товарищей которые вместе изучают и я тогда чувствую что день прошел в правильном виде правильно и я в этом тексте чувствую что нас все время призывают раскрыть эту связь между нами с этим желанием шая с этим прекрасным стремлением к объединению мы хотим перейти к чтению отрывков из зор а прежде мы давайте посмотрим отрывок с равом я думаю что так мы должны смотреть на эти вещи есть ось если я нахожусь сейчас здесь если я учусь и ищу ищу ту форму то что я изучаю то это хлеба если я прежде всего хочу увидеть это через призму которая называется объединением группы окружением если через это я хочу увидеть и здесь я ищу то есть поиск после объединения то это к душам это святость потому что то что я ищу я ищу формы формы объединения это то что важно а здесь я ищу просто форму в этом вся разница мы прежде всего должны позаботиться как я прохожу вот эту призму это намерение группа окружения объединения это очень важно без этого не стоит открывать книгу зор это буквально это смерть а это жизнь как он говорит тора может быть смертельным ядом или эликсиром жизни из зора берешит первая часть сказано и было когда они пошли с востока отошли ушли с востока это значит от предвечного мира и нашли тогда они тайны первой мудрости и это поколение потопа которое пробудилось там и в этой науке которое они нашли они попытались сделать работу для того чтобы восстать против творца и произносили заклинания для этих высших правителей и начали строить город и башню и сказал творец вот единый народ и единый язык у всех и поскольку они в едином сердце и с единым желанием и говорят на святом языке поэтому теперь они смогут сделать все что захотели и никто не сможет остановить их действия но сказал творец что я сделаю я перепутаю все высшие ступени и их язык внизу и тогда не смогут они сделать свои работы и поскольку они находились в едином желании и устремлении и говорили на святом языке сказано что нельзя их остановить в том что они собираются сделать и высший суд не может править над ними а мы товарищи которые занимаемся тором и находимся в едином сердце и желании уж тем более все что мы захотим сделать мы сделаем отсюда следует что все те кто ведут к разделению не могут существовать ведь все то время когда все жители мира находятся в едином желании и сердце несмотря на то что они восстают против творца не может править над ними высший суд как было в поколении раздура и поскольку они а когда они разделились сразу же сказано о них и рассеял их творец оттуда по всему лику земли и не смогли построить город ведь у тех кто ведет к разобщению не может ведь те кто ведет к разобщению не может существовать и отсюда следует что все зависит от произносимого из уст поскольку когда запутался спутался их язык сразу же рассеял их творец оттуда но о грядущем будущем сказано что тогда станет у всех народов ясный язык чтобы называть всех имени творца и работать с плечом к плечу и тогда станет творцом творец царем над всей землей в этот день будет творец един и имя его едино из зора глава шлахлиха счастлив Исраэль более всех народов мире потому что творец желал чтобы они пришли к нему и назвал имя свое среди них и украсился в них потому что мир создан только для Исраэля чтобы они занимались турой потому что единый связывается с единым Зайрампин с Малхот А Исраэль внизу в этом мире является его существованием потому что с помощью своих хороших деяний они поднимают ман для их Зевуга Зайрампина и Малхот и они являются существованием для всех народов остальных которые существуют ради Исраэля которые выполняют желания господина своего Зор глава Балак выйдите и посмотрите дочери Циона на царя Шломо на венец которым украсила его мать в день свадьбы царь Шломо это Зайрампин мать его это Бина и тогда она рада всем сыновьям царя и это все те которые приходят со стороны Исраэля потому что они не соединяются с Зевугом Зайрампин и Малхот а только Исраэль которые являются домочадцами и они используют все для того чтобы поднять иман с помощью своего учения и молитвы которые пробуждают Зайрампин и Малхот к Зевугу поэтому благословения которые выходят из Зевуга Зайрампина и Малхот относятся к Исраэлю большое спасибо всем за это внутреннее собрание давайте продолжим освещать давайте продолжим трубить в рог как сказал Балесулам чтобы это услышал весь мир сообщение открытая лекция Рава Лайтмана мы приглашаем всех наших зрителей с восточного берега в центр культуры Скирбол в Лос-Анджелесе 3 ноября в 19.30 подробности на сайте или по телефону который указан на экране конгресс в Лос-Анджелесе мы приглашаем всех на конгресс подняться на следующую ступень раскрытия в объединении конгресс начинается сегодня в пятницу и до воскресенья подробности на сайте kabbalah.info slash convention начинаем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok And I won't let you down Won't you please, 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 please help me Let's do it together And we'll see a brand new world We are the people We are born to love There's a shining light when we unite in this crazy light We are the people We are born to love There's a shining light when we unite in this crazy light We are the people We are the people We are born to love There's a shining light when we unite in this crazy light We are the people 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 We are the people